Дональд Трамп В киноше из-за протестов пришлось вводить комендантский час. Там не утихают демонстрации марши в поддержку чернокожего Джейкоба Блейка, которому выстрелил в спину белый полицейский. Семья Блейка активно участвует в уличном движении. Вы встаете и гордитесь собой. Вы гордитесь тем, что вы смуглы. Вы гордитесь тем, что нам тяжело. Вы гордитесь тем, что мы никуда не ушли. Уровень насилия в городах Америки зашкаливает. Столкновения происходят не только с полицейскими, но и между разными группами протестующих. В эти выходные в ходе именно такого конфликта погиб человек. Полиции не раскрывают подробности дела, но сообщили, что есть подозреваемые. Дональд Трамп уже возложил ответственность за происходящее на руководство штата и назвал способ остановить беспорядки в США. Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которым управляют демократы, это сила. По мнению Трампа, беспорядки происходят в тех городах, где мэром являются представители демократической партии. Мэра Портланда он назвал сумасшедшим леворадикалом. Тед Уиллер молчать не стал. Президент Трамп, в течение четырех лет нам приходилось жить с вами и вашими российскими нападками на чернокожих. Вы читали ваши твиты, в которых гражданам угрожали смертью, и мы слышали нападки на иммигрантов. Мы слушали, как вы называете мексиканцев насильниками. Вы серьезно задаетесь вопросом, господин президент, почему впервые за десятилетия Америка увидела такой уровень насилия? Это вы создали ненависть и раскол. Демократы в преддверии президентских выборов, очевидно, пытаются оседлать волну Black Lives Matter и используют любую, даже самую абсурдную возможность уколоть президента-республиканца. В очередной раз вспомнили про вездесущую руку Кремля и попытались найти в происходящих событиях российский след. Вот ведущая CNN очень серьезно спрашивает главу Комитета по разведке Конгресса о том, стоит ли Москва за организацией беспорядка в Портленде. Есть ли у вас какие-то основания полагать, что Россия пытается подпитывать гражданские выступления и беспорядки в этих городах? Что касается русских, мы полагаем, что русские еще четыре года назад начали работать с движением Black Lives Matter, прежде всего через интернет, чтобы попытаться разделить людей, используя межрасовые проблемы. Они делают это с помощью соцсетей и СМИ, возвращают эти движения. И думаю, нас должно это беспокоить. Они провоцируют насилие в наших городах. Вот только если за движением BLM стоит Россия, то демократы, поддерживающие его, должны как минимум быть агентами Кремля. Но на такие несостыковки никто из политиков внимания не обращает. А вот понравится ли такая неразбериха и неопределенность избирателям? Так или иначе, у американцев осталось не так много времени, чтобы определиться президента. Они будут выбирать 3 ноября. Виктор Прокушев, ТВ-центр.